Медедпик Алибеков устроился на работу в частной фирме в России в 2017 году. Однако спустя некоторое время он попал в чёрный список невъездных в Российскую Федерацию. По его словам, он не нарушал никаких законов и не знает, почему это случилось. Позднее выяснилось, что фирма, в которой он работал, вела свою деятельность незаконно. Поэтому он подал в суд, на предприятие и выиграл. Но его заработную плату за полтора месяца в размере 71 тысячи сомов ему не выплатили. «Регистрация паспорта у меня не совпали. Единственное совпадение – только в имени, фамилии и отчества разнятся. Поэтому я был депортирован, но все иностранные сотрудники были также депортированы. Оказалось, что этим занимается сама организация, и их цель была в том, чтобы выплатить заработную плату за 15 дней, а не за месяц». И таких, как Медедпик, немало. Счёт идёт даже на десятки. А всё потому, что в Москве есть немало аффилированных фирм, которые под разными лозунгами сначала завлекают, а потом попросту кидают людей, оставляя их ни с чем. «Мы обратились в Московский городской суд по этой проблеме, который возбудил уголовное дело по незаконной деятельности в отношении компании. Все, кто там работал, на самом деле не поехали туда отдыхать. У них кредиты и недостроенные дома. Мы хотим попросить нашего премьер-министра о помощи». По просьбе героя нашего сюжета, редакция телеканала «Ошперим» попыталась связаться с теми, кто в своё время помог Медедпеку Алимову, устроится на работу в столице России. Но те отказались от комментариев. В Кыргызстане растёт число граждан, попавших в чёрный список России. И в большинство случаев они не знают, почему. Есть среди них и те, кто был депортирован на родину, не получив заработную плату. А по словам правозащитников-мигрантов, необходимо прежде узнать законы страны, куда направляешься. И не стоит воспользоваться услугами посредников. «В основном ошибки мигрантов – это миграционный учёт по приезду и изготовление документов через посредников. Если человек, который хочет выехать, займётся бумагами сам, то это будет безопасно как минимум». Уже с начала года около 50 жителей города Ош были обмануты мошенниками, которые обещали отправить их на работу за границу. Каждый месяц к правозащитникам обращаются более 30 мигрантов. Амедед Пекалибеков пообещал, что сделает всё, что в его руках, чтобы вывить зарплату, которую не заплатили не только ему, но и другим его землякам.